Проект закона об окружном бюджете на 2021 год и плановый период внесен губернатором Неницкого округа в региональный парламент. Документацию председателю окружного собрания депутатов Александру Лутовинову передал первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов. Вносим проект бюджета на 2021 год. По нашему закону сегодня у нас вносится в электронном виде и частично на бумажном носителе. Как отметил спикер регионального парламента, окружной бюджет принимается на три года с учетом дополнительного соглашения к договору между Неницким автономным округом и Архангельской областью о разграничении полномочий. Этим соглашением действие договора пролонгировано до 2025 года. Предварительно бюджет был рассмотрен с главными распорядителями бюджетных средств на бюджетной комиссии. Поэтому основные цифры и параметры были уже в так называемом нулевом чтении подробно обсуждены. Сразу хочу сказать о том, что все те вопросы, которые касаются основных целей и задач нашего бюджета, а именно вопросы здравоохранения, образования, жилищного строительства, сохранения социальных льгот максимально учтены в данном бюджете. В соответствии с бюджетным законодательством окружной бюджет одновременно вносится и в счетную палату Неницкого округа. Сейчас в течение 12 дней мы должны будем проанализировать доходы бюджета, расходы бюджета по главным распорядителям бюджетных средств и подготовить соответствующее заключение на бюджет и предоставить это заключение в собрании депутатов. 21 октября на палате законодательных предложений проект был принят к рассмотрению. Расходные обязательства главных распорядителей бюджетных средств будут рассматриваться в профильных комиссиях собрания депутатов. Это комиссии по социальной политике, по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, по делам Неницкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользования, а также по вопросам образования, культуры и спорта. Окончательную точку поставит комиссия по экономической политике и бюджету. Бюджетная комиссия, она остается в этом смысле ответственным за окончательное принятие бюджета, поэтому все те вопросы, которые будут обсуждены на профильных комиссиях, они соединятся в конечном итоге и будут приняты окончательные решения, повторяю, на бюджетной комиссии. На 5 ноября запланировано заседание комиссии по экономической политике и бюджету по рассмотрению доходной части бюджета. С 6 по 15 ноября состоятся заседания остальных профильных комиссий собрания по рассмотрению расходной части бюджета. На 18 ноября запланированы депутатские слушания. Это у нас новелла в соответствии с изменением в бюджетном процессе. С этого года мы будем проводить депутатские слушания, а затем уже будет комитет, комиссия и 25 числа, 25 ноября должна состояться сессия. Между первым и вторым чтением депутаты рассмотрят поправки и в окончательном чтении проект окружного бюджета планируется рассмотреть 16 декабря.